Ребят, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о самой важной информации для тех, кто все-таки решился создать свой YouTube канал с целью заработать на нем денег. И сегодня речь пойдет о... Первое. Как же набрать первую тысячу подписчиков и 4000 часов просмотра для того, чтобы включилась монетизация? Второе. При каких условиях YouTube ставит ваши ролики в рекомендуемые? Третье. Почему важно делать ролики не менее 10 минут? Четвертое. Где можно получить информацию о том, сколько зарабатывает любой YouTube канал? И пятое. Я отвечу на вопрос, сколько я зарабатываю на своем YouTube канале. Так, ну давайте обо всем по порядку. Значит, как же все-таки заработать первую тысячу подписчиков и первые 4000 часов просмотра для того, чтобы в принципе включилась монетизация на вашем канале и вы смогли зарабатывать деньги с вашего канала на YouTube. Ну и самый вообще простой, наверное, способ будет следующий. То есть вы какое-то создаете первое видео, какое-то общее видео о вашем канале. То есть о чем у вас канал, то есть кому его будет интересно смотреть, ну или о чем-то просто интересном. Загружайте на канал и делитесь этой ссылкой, делитесь ссылкой на видео с вашими контактами, которые забиты у вас в телефоне через WhatsApp. Просто берете и тупо скидываете его всей вашей телефонной книге. Например, в моей телефонной книге 1400 номеров. То есть грубо говоря, если я возьму видео и разошлю все телефонные книги, вот и WhatsApp позволяет это делать за несколько десятков операций, то мое видео посмотрит, ну половина точно посмотрит. И это будет первый трафик, это будут первые подписчики, первые минуты просмотра. А если вы добавите к ссылке еще текст, типа такого, что просьба досмотреть ролик до конца, я создал YouTube канал, для меня это важно. Спасибо, по возможности еще и подпишитесь. То я думаю, таких людей, подписчиков и тех, кто просмотрит и даст вам первый трафик, первых подписчиков, у вас будет немало. Это первое. Второй вариант, это через соцсети. Значит, ну я покажу на примере соцсети ВКонтакте, как это работает на примере соцсетей. Значит, в соцсетях, как вы знаете, есть группы, то бишь сообщества. Значит, на примере моего канала, мой канал называется Бизнес Идеи, то есть я показываю на примере своего канала. Значит, я должен найти в этой соцсети конкретной тематические каналы со словом бизнес, так как у меня канал с бизнес-идеями. Вот, и я нахожу очень много каналов. Понятное дело, что многие из них берут рекламу для того, чтобы разместить в их канале ваш ролик, который вы добавили. Ну, например, вот я зашел впервые попавшиеся, и здесь есть такая кнопочка «Предложить новость». Значит, заходим в видео. Значит, выбираем любое видео. У каждого видео есть ссылка. У каждого ролика есть ссылка. Мы ее копируем и вставляем в предложенную новость. У нас автоматически подгружается картинка, и мы делаем, нажимаем «Предложить новость». Вот, и в этом случае владелец этого канала может разместить, опубликовать ваши видео, и тогда у вас пойдет трафик. Вот, но вероятность этого не такая большая. Тут все зависит от того, насколько вы подберете канал и насколько он вообще заточен. То есть, либо он исключительно на платной основе рекламирует какие-то материалы, либо же вам может все-таки повезти и опубликует его бесплатно. Вот, например, в моей ситуации получилось так, что два дня подряд публиковал один канал. Сейчас я вам покажу колокольчик. Значит, тут есть канал, точнее, прошу прощения, не канал. Есть ВКонтакте группа сообщества, называется «Бизнес Акула». То есть, тут как раз-таки тема, посвященная бизнесу. Вот вы видите мой ролик «Бизнес Акула» опубликовала сегодня в 13.13. Его просмотрели 82 человека. То есть, пожалуйста, я не заплатил ни копейки денег, я предложил в эту группу этот видеоматериал, они его опубликовали, но не потому, что я именно снял про Акулу, хотя на самом деле очень интересно подошло, а просто потому, что канал не сильно большой по подписчикам, то есть у них всего 47 тысяч подписчиков, вот вы видите. Вот, и у них, видимо, дефицит с каким-то материалом, с каким-то контентом, который кликабельный, просматриваем и так далее. Так, ну и вот, «Бизнес Акула» добавила вчера в 13.13 мой ролик о том, сколько можно заработать на производстве сыровяльного мяса. Его посмотрели 160, вот на ваших глазах прямо сейчас стало 162 просмотра, то есть один еще добавился. 8 лайков, 6 человек просто поделились и, пожалуйста, бесплатно пошли просмотры, бесплатно пошел трафик. И вот второе видео они опубликовали, опять в 13.13, видимо, какая-то символическая цифра, ну, возможно, случайно. Публикуют в 13.13 мои ролики. Это второй ролик, который опубликовал этот канал. Его просмотрел 82 человека. Вот вам, пожалуйста, уже два ролика бесплатно набрали, у меня 200 просмотров. И, соответственно, просмотр умножаем на минуту, уже пошли первые минуты. И, как вы понимаете, таких каналов, ну, например, на мою тематику, бизнес, их просто бесконечное множество. Их очень-очень-очень много, и это только в сети ВКонтакте. Ну, и еще один очень действенный метод, так называемая коллаборация. Что такое коллаборация? Коллаборация – это сотрудничество, процесс совместной деятельности в какой-либо сфере. То есть, говоря на языке Ютуба, простым языком выражаясь, значит, находите молодые каналы. То есть, вы, когда создали канал, вы – новичок. Таких, как вы, в Ютубе очень много. Очень много тех, которые тоже хотят бесплатно получить первый трафик, первых подписчиков, первые просмотры. Находите аналогичные каналы, найти их достаточно просто. Забивайте какую-то фразу тематическую, и у вас выдается список. И смотрите по количеству подписчиков. Находите молодые каналы, связывайтесь с автором. Как правило, в закладках о канале люди оставляют свои электронные почты, или контакты, или адреса, и так далее. Находите и предлагайте коллаборацию. То есть, говорите, уважаемый, я хочу с тобой проколлаборироваться. То есть, ты делаешь маленькую рекламку мне, а я тебе. То есть, ты своих подписчиков подписываешь на меня, а я на тебя. Это очень действенный метод. И такими вещами коллаборации занимаются не только каналы, у которых мало подписчиков, но коллаборация интересна даже каналам-миллионникам. Потому что у каждого своя аудитория. И было бы неплохо, скажем так, бесплатно увеличить ее с миллиона до миллион двести, к примеру. И одному, и второму автору двух разных каналов. Так, ну и мы переходим ко второму пункту. Значит, как YouTube двигает ваши ролики в рекомендуемые. И почему это важно. Значит, смотрите. Вот моя статистика по просмотрам. На сегодняшний день 11619 просмотров за последние 48 часов, то есть за двое суток. То есть, ну в среднем где-то почти 6000 просмотров в сутки. Здесь мы видим трафик за 48 часов. Здесь мы видим трафик за последние 60 минут. Например, заходим мы, то есть от 2326 просмотров. Это на самом деле довольно-таки много. Мы можем зайти в аналитику и посмотреть, откуда идет трафик. И мы видим, что 55% трафика, то есть больше половины, то есть 1200 просмотров за двое суток идет с рекомендуемого видео. Это сам YouTube на основе определенных алгоритмов. У YouTube они очень часто меняются. Определил, что именно вот этот мой ролик можно предлагать в качестве рекомендуемого. Он интересный, кликабельный и просматриваемый. В чем плюсы для YouTube? В том, что он предлагает интересный контент тем, кто ищет похожие ролики. И он понимает, что это интересно. То есть он заинтересует зрителя, которому предлагает YouTube. В чем интерес для меня? В том, что YouTube просто дарит мне бесплатный трафик. YouTube дарит мне деньги, YouTube дарит мне, точнее, просмотры, подставляя мое видео в рекомендуемые. Люди по нему кликают, смотрят мою рекламу и с этого я зарабатываю. Получается, что вот просто огромное количество просмотров я зарабатываю с того, что мой ролик кликабельный. Значит, первое. Удержание аудитории. Вот вы видите показатель. Это очень важный показатель. Вот здесь график, то есть на какой секунде, сколько людей остается из общей массы на просмотре. До конца ролика досмотрите больше 1,7 просмотра, то есть смотрит весь ролик. В начале тут вот резкий спад. Итого, 43% это среднее удержание аудитории по конкретному ролику. Почти 3 минуты. Для YouTube это хороший показатель. То есть в районе 50% YouTube считает хорошим показателем. Он понимает, что люди смотрят ролик, значит он интересный. Это первое. Почему ваш ролик попадет в дальнейшем в рекомендации. Второе. Ну, естественно, все вы знаете, практически каждый блогер призывает поставить лайк под его видео. То есть, если под видео много лайков и мало дизлайков, значит видео интересное. Вот, например, под моим самым последним роликом, под самым последним видео 73 лайка и 0 дизлайков. Большое вам, кстати, всем подписчикам и просто тем, кто смотрит, за это спасибо. Вот. Это тоже очень важно для того, чтобы ролики попадали в тренды. Ну, точнее, не в тренды, а в рекомендации. Далее. Очень важно количество комментариев. Чем больше комментариев под каждым роликом, тем YouTube, алгоритмы YouTube считают этот ролик очень интересным. То есть, все прямо пропорционально. Много комментариев, значит люди много чего-то обсуждают. Значит, есть что обсуждать, значит интересно. Так, ну переходим к третьему пункту. Почему очень важно делать ролики больше 10 минут? Все очень просто. Когда вы наберете 4000 часов просмотра и 1000 подписчиков, у вас откроется монетизация. Когда у вас откроется монетизация, у вас будет открываться вкладочка форматы объявлений. И здесь вы сможете выбрать, в каком формате объявления вы готовы распространять рекламу на своем ролике. И если ролик больше 10 минут, у вас добавляется окошко, в котором написано, что можно показывать рекламу во время воспроизведения. Если у вас ролик меньше 10 минут, то вот этой галочки у вас просто не будет. То есть, о чем это говорит, что вы можете рекламу в одном ролике поставить 3 раза. И если у вас ролики интересные, то с одного ролика вы получите, ну к примеру, там не 30 копеек, а 90 копеек. То есть, если рекламу посмотрят 3 раза, досмотрев сам ролик до конца. Вот, например, мы возьмем ролик 7-минутный, и мы увидим, что в закладке монетизация нет возможности вставить галочку, поставить галочку, чтобы реклама показывалась именно во время воспроизведения. Так как ролик менее 10 минут. Вот написано, рекламные паузы доступны только для видео длиннее 10 минут. Вот именно поэтому очень важно делать ролики более 10 минут. Это ведет к увеличению дохода с одного ролика. Так, переходим к четвертому пункту, где можно получить информацию о любом YouTube-канале. Точнее, о том, сколько зарабатывает любой YouTube-канал. Например. Например, давайте посмотрим. Для чего это нужно? Ну, просто интересно, например. Вот канал Миллионник, вот, например, канал Навальный Лайф. Я постоянно смотрю этого человека, мне очень нравится, как он проводит всякие расследования и так далее. Ну, сейчас мы не будем о политике. Значит, мне интересно, сколько зарабатывает канал Навальный Лайф, имея 1,32 миллиона подписчиков. Значит, что мы делаем? Мы заходим на этот канал, копируем вот эту часть ссылки, то есть ID, так сказать, канала. И забиваем в гугле рейтинг YouTube-каналов. Откроется вот такой сайтик, вот стат. И мы сюда в правом верхнем окошке забьем, вставляем то, что мы скопировали с предыдущего канала. И смотрим канал Навальный Лайф, подписчиков, миллион триста двадцать, просмотров столько-то, видео столько-то. Здесь такая краткая статистика. И ниже мы видим, сколько у него просмотров. Зелененьким выделено суточное увеличение просмотров, а черным выделено то, сколько на этот день у него всего просмотров на канале. И здесь расчетный доход. Ну, понятное дело, что он ориентировочный, он не точный, но тем не менее. Можно посмотреть, что, можно узнать, что канал Навальный Лайф зарабатывает, ну, в среднем, значит, внизу будет в среднем. 178-222, грубо говоря, 200 долларов в день. Я когда попал первый раз на этот сайт, мне стало интересно, кто же на самом первом месте. Есть такой канал, называется, Лайк Настя. Заходим и смотрим. У канала 50 миллионов подписчиков. В среднем, 77 миллионов просмотров в день. Это огромное количество. И доход у автора этого канала, ну, вот вы можете видеть, в среднем 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов, это на русские деньги почти 2 миллиона рублей. Автор канала зарабатывает в день с Ютуба. Ничего не делает, добавляя видео. 2 миллиона в день. Здесь вот есть моя ссылка, можно посмотреть. Мой канал. То есть, абсолютно любой канал, забиваете сюда ID и смотрите его статистику. Сколько у него подписчиков, сколько просмотров, сколько видео, дата регистрации, страна, расчетный доход. Это доход за все время существования канала. Ну, и здесь вот расчетный доход. Но, конечно, на маленьком количестве просмотров он актуален, но не до конца. То есть, здесь заниженный показатель. У меня реальный доход. В конце видео вы посмотрите, сколько, но он больше, чем то, нежели представленное здесь. То есть, здесь пишут, что у меня 2 доллара в день. Хотя у меня реальная цифра в 3 раза больше. Ну, и как я обещал, в конце ролика я расскажу о том, сколько же я зарабатываю на своем YouTube-канале. Значит, заходим в творческую студию, просмотры и переходим в складочку доход. Сразу вам скажу, здесь везде стоят налии вплоть до, вот поставлю за 90 дней, вплоть до 1 декабря. Вот 1 декабря был 6 долларов в день, потом был вот такой большой пробел. Это то время, когда у меня украли канал. Ну, мы сейчас возьмем последние 7 дней, нам этого будет достаточно. И мы увидим, что в среднем 4 доллара в день. 20 февраля было почти 5.60, 21.4, 3.83, 4.34 и так далее. В среднем где-то 5 долларов в круг. Цена за 1000 показов 2.22 доллара в круг. Количество, да, вы должны еще четко понимать, что есть количество просмотров, а есть количество коммерческих просмотров. Как правило, это где-то цифра отличается в 2 раза от общего количества просмотров. Ну и вот мы видим, что мой канал в среднем приносит где-то, ну, пусть будет там 5 долларов в день. 5 долларов в день, это в районе 150 долларов в месяц, что делает порядка 10 тысяч рублей. Вот они были реальные цифры перед тем, как у меня украли канал. То есть это было 5, 6 долларов, 4, 5, 6, ну, в среднем где-то больше 5 долларов. Вот так вот у меня начиналась монетизация. То есть совсем копейки были. Я вам хочу сказать, что это было моему каналу где-то 4 месяца. Реально 4 месяца с момента, как я начал реально загружать первые видео. Вот у меня по 20 центов в день капало, 20, 30, 20, 30. Совсем это, конечно, неинтересно, 10 рублей в день. Потом эта цифра начала увеличиваться, увеличиваться до полудоллара. И потом пошел резкий рост. И этот резкий рост связан как раз таки с тем, что мои видео начали добавляться в рекомендуемые. Ютуб начал давать мне просмотры. И вот он пошел рост. И вот если бы канал у меня вот здесь бы не украли, я думаю, что на сегодняшний день у меня было бы 10-15 долларов в день. А это в районе 1000 рублей. Это, грубо говоря, среднестатистическая зарплата в России. 30 тысяч в месяц. Ну, вот такой полезный ролик. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии.